Здравствуйте! История Осирия Старая Осирийская империя 2025-1522 годы До нашей эры Старая Осирийская империя Список Осирийских царей Старая Осирийская империя является одним из четырех периодов, в которой история Осирии делится. Остальные три бытия Ранний Осирийский период, то Ближний Осирийский период и Новый Осирийский период, Ушпе 2080 граммов До нашей эры, по-видимому, был первым полностью урбанизированным независимым царем Ассирии И традиционно считается, что он посвятил храмы богу Ашуру в одноименном городе За ним последовали Сулили, Кикия и Акия, о которых мало что известно Кроме того, что Кикия проводил различные строительные работы в Ассурии Ряд ученых также считают Зарикума, современника Амарсина, 2046-2038 годы ГГ До нашей эры, изура ассирийским правителем, хотя он не фигуирует в списке ассирийских царей Но Амарсин утверждает, что он правитель Ассура Примерно в 2025 году до нашей эры царь по имени Пузур Ашуры вступил на престол Ассирии И среди ученых ведутся споры о том, был ли он основателем новой династии или потомка Мушпи Он упоминается как руководивший строительными проектами в Ассуре И он и его преемники приняли титул Ишиак Ашур, что означает наместник Ашура С этого времени Ассирия начала расширять торговые колонии под названием Карум на Хурицкие и Хатские земли в Анатолии Ему наследовал Шалимахум, 2000 год до нашей эры, царь, который засвидетельствован в летопись их того времени Оставивший надписи в архаической форме аккадского языка В дополнение к экспансиям в Анатолию и Лушума 1995-1974 годы до нашей эры Средняя хронология, по-видимому, проводил военные кампании в Южной Месопотамии Либо с целью завоевания городов-государств на юге Либо для того, чтобы защитить своих собратьев, говорящих на аккадском языке От вторжений эламитов с востока и, или амореев с запада Известно, что он построил старый храм Иштар-Васури Его сменил другой могущественный царь, долгое время правивший Эрешум и, 1973-1934 годы г.г. До нашей эры, который известен одними из самых ранних примеров письменных юридических кодексов И введением списков Лиму, Эпанемов, которые продолжались на протяжении всей ассирийской истории Точка известна, что он значительно расширил ассирийские торговые колонии в Анатолии 21 из которых числилась в списке во время его правления Эти карумы торговали оловом, тканями, лазуритом, железом, сурьмой, медью, бронзой, шерстью и зерном в обмен на золото и серебро Эрешум также вел многочисленные письменные записи и проводил крупные строительные работы в Ассирии Включая строительство храмов Ашура, Иштар и Адат Эти политики были продолжены Айкунум, 1933-1921 годы до н.э. Саргон и 1920-1881 годы до н.э. Вероятно, назван в честь его предшественника Саргона Акада В Саргон и позже царствовать Вавилон был основан как небольшой город-государство Ипузурашур-2, 1880-1873 годы г.г. до н.э. Нар-Эм-Син, 1872-1828 годы г.г. до н.э. Отразил попытку узурпации своего престола будущим королем Шамшадададом Первый век в конце своего правления Однако его преемник Аришум-2 был свергнут Шамшадададом Первый век 1809 год до н.э. Положив конец династии, основанной либо Ушпей, либо Пузурашуром и Шамшададад и 1808-1776 годы г.г. До н.э. уже был правителем Терки И, хотя он утверждал, что ассирийцы являются потомком Ушпеи Более поздняя ассирийская традиция считает его иностранным узурпатором Амареев Однако он значительно расширил древнюю ассирийскую империю Включив северную половину Месопотамии, участки Восточной и Южной Анатолии И большую часть Леванта в свою большую империю И провел кампанию на западе до восточных берегов Средиземного моря Его сын и преемник Ишмедаган и 1775-1764 годы г.г. До н.э. постепенно терял территорию в Южной Месопотамии и Леванте В пользу государства Мария Шнуна соответственно И имел смешанные отношения с Хамурапи, царем Превратившим до сели молодой и незначительный город государства Вавилон в крупную державу и империю После смерти Шамси Адада и Ассирия была обращена в вассальную зависимость От Хамурапи, Муташкур, 1763-1753 годы г.г. До н.э. Римуш и Осинум были подчинены Хамурапи, который также взял во владение ассирийские торговые колонии, положив тем самым конец старой ассирийской империи Однако Вавилонская империя просуществовала недолго, быстро развалившись после смерти Хамурапиес 1750-й год до н.э. Осирийский наместник по имени Пузурсин Сверк Осинума, который считался иностранным амареем и марионеткой нового и безрезультатного вавилонского царя Суму Абума И вавилонское и амарейское присутствие было изгнано из Осирии Пузурсином и его преемником Ашурдугулом, который царствовал шесть лет Царь по имени Адаси, 1720-1701 годы до н.э. Наконец восстановил силу и стабильность Осирии, положив конец гражданским беспорядкам, последовавшим за изгнанием вавилонин и амареев И основал новую династию Адасидов Белбаня 1700-1691 годы до н.э. Наследовал Адасии и еще больше укрепил Осирию против потенциальных угроз и оставался почитаемым человеком даже во времена Ашурба-Непала более тысячи лет спустя Там последовал длинный, процветающего и мирного периода в Осирийской истории Правители, такие как Лебая, 1691-1674 годы до н.э. Шарм-Эдад-И, Ип-Тар-Син, Базая, Лулая, Шуни-Нуа и Шарм-Эдад-2, как представляется, были мирными и в основном без происшествий правления Осирия оставалась сильной и безопасной, когда вавилон был разграблен, А его аморейские правители были свергнуты Хетской империей и впоследствии пали коситами в 1595 году до н.э. Обе державы не смогли вторгнуться в Осирию, и, похоже, не было никаких проблем между первым коситским правителем Вавилона Агум-2 и Эри-Шум-3, 1598-1586 годы до н.э., Осирии, и между двумя правителями был подписан взаимовыгодный договор Шам-Шадад-2, 1585-1580 годы г.г. до н.э., Иш-Медаган-2, 1579-1562 годы г.г. до н.э., Иш-Мшадад-3, 1562-1548 годы г.г. До н.э., похоже, также жили мирно, хотя до сих пор обнаружено мало записей об их царит По аналогии, Ашур-Нерари и 1547-1522 годы г.г. до н.э., похоже, не было беспокойной и давно основанной империей Метани в Малой Азии, Хетской империей или Вавилоном во время своего 25-летнего правления Он и его преемник Пазур-Ашур-3, 1521-1497 годы г.г. до н.э., как известно, были активными королями, улучшали инфраструктуру, открывали храмы и вели различные строительные проекты по всему королевству Энлил Насир и Нур-Или, Ашур-Шадуни и Ашур-Раби-И, свергнувшись своего предшественника, последовали за ним Здравствуйте! Подписывайся на канал! Нажми на колокольчик! Субтитры создавал DimaTorzok